Что ж, привет дорогие мои товарищи и любители GTA Online, которые следят за обновлением Судный день. С вами Дмитрий Ищина, канале Dmilan, посвященному GTA 5. Сегодня у нас с вами будет обзорчик на новую машинку Amphibio. Да, я хочу начать с неё, а потом посмотрим и летающую. Так, заходим в Warstock. По-моему здесь она должна быть. Вот она, Stromberg называется. Машина стоит 3 ляма и пока она у меня недоступна, мы ещё не все ограбления прошли. Так что придётся, конечно, отдать за неё больше. Я считаю, что это уникальный транспорт, потому что летать мы можем много на чём, а вот плавать под водой, кроме как на батискафе, у нас не получится. Потому что он мало того, что неуклюжий, ещё и к тому же... Так, я его сейчас на новую базу. Попробуем его здесь же модифицировать и выйти поплавать. У нас тут водоёмчик есть, может быть, даже сплавать куда-то. То есть, под водой особо плавать не на чём было всё время. И поэтому я решил, что лучше начать с неё, потому что летающую тачку уже многие посмотрели, а плавающую как-то не особо-то и, как говорится, и видели. Плюс ещё в первых заданиях нет с этой тачкой ничего, а с летающей есть. Я уже выложил видосик. Так, ну что, ожидаем тогда появления. Подходим к ней и попробуем её модифицировать. И, конечно же, опробовать её в деле. Посмотрим, что и как, цены и прочее, как она будет плавать. Ну что ж, вот она наша машинка. Внешне напоминает очень Тореру, которая есть в продаже. Очень похожа и задней частью, и передней. Но она не так проста, как кажется. Давайте съездим, её модифицируем. Тут вроде можно как-то подъехать. А, вот, можно даже не ехать. Можно сразу нажать Е и заехать, так сказать, в наш воздушный ПКП, чтобы её затюнить. Давайте посмотрим, что с ней можно делать. Я эту тачку не хочу потом продавать и так далее. Мне кажется, она очень даже может разнообразить нашу игру. Тут всё усиливаем, как положено. Кстати, она и едет неплохо вполне. Пускай вот так будет. Я не люблю с этими играться. Играться со всеми вот этими вот музыкой, со всей этой неоновой наборы. Я не знаю, какого она цвета у меня будет, поэтому я пока не буду ставить ничего. Так, предотвращение ущерба, номера. Ну, номера как обычно, ребят. Я тут не оригинальный. Окраска. Основной цвет. Так, давайте смотреть, что с ней можно сделать. Так, металлик. Тебя можно как-то развернуть? Чтобы было. Если честно, ребят, я не знаю, какой мне цвет выбрать. Поэтому, наверное... Красную я не хочу. Так, можно было бы жёлтую какую-нибудь сделать. Морской зелёный. Вот, давайте морской зелёный как раз для моря. Правда, может, она сливаться будет с водой? Ну, не знаю. Не важно. Потом, может, переделаем, если уж совсем будет. Так, металлик. Это нижняя часть, да? А нижнюю можно сделать какую-нибудь поярче, да? Чтобы не было... Тоже можно сделать зелёную, но поярче. То есть, какую-нибудь... Так, оливковый. А, синий. Не, она как-то не очень зелёная подходит сюда, по-моему. Да, давайте, пускай будет ярко-зелёный. Да ладно, ребят, если что, всегда можно потом это всё переделать. А-а-а, ну, так вставочка будет. Так, тут ещё оружие. Турбо-тюнинг. Да. Колёса. Колёса эксклюзивные. Мне кажется, тут надо какой-нибудь, может быть, лоурайдер поставить или что-то такое. Так, стальные диски. Я даже не знаю, ребят, знаете, это такая... Наверное, вот так, мне кажется. Да, давайте вот так сделаем. Вроде ничего особенного, но всё-таки цвет колёс. Ну, колёса, наверное, надо так же как-то сделать ярко-зелёные, чтобы как-то полоса сливалась. Так, зелёный, тёмно-зелёный. А-а-а, вот так, наверное. Так, в общем-то, колёса я сделал такие. Окна затемняем. Хотя, знаете... А, ну, там переднее-то оно особо не затемняется. Да, по-моему, только боковые. Нет, давайте всё-таки сделаем, чтобы не очень было темно, всё-таки под водой плавать. Так, а смотрите, почему-то оружие я не могу здесь поставить. Оно, видать, изначально есть. Потому что у меня нету тут в списке вообще понятия, как оружие. То есть, это просто, по идее, по умолчанию должно быть. Ну, если уж... Так, покинуть транспорт. Закрыть меню автомастерской. Покинуть Avenger. Давай, покинем и сейчас попробуем выехать отсюда и посмотреть, что да как. Так, там, по-моему, включается либо на X, либо на H, на что-то такое. Так, вот такая вот машинка у нас получилась. Может быть, для воды не очень, но давайте проедемся и посмотрим. Посмотрим, как она едет, посмотрим, как она плавает. Я думаю, все у нас должно получиться. Вот. О-о-о, круто. Так, для начала я хочу разобраться, как... А, чтобы задействовать оружие на суше. А, вот пулеметы есть. А почему нету ракет каких-то? Или есть ракета? Есть ракета. О, выезжает вот такая штука с ракетами. И можно ей, так сказать, это... С наведением есть, без наведения. Ну, что, классно. Так, а теперь надо ее переделать, да? О! О-о-о-о! Вы видите? Вы это видели? Офигеть, да? Так. Очень интересно сделано. Правда, фантастично слишком. Видно, что колеса там просто исчезают и все. Ну, что, давайте поплаваем по этому водоему. Посмотрим, как оно будет и что. Так. Все, выдвигаемся. Так. И смотрим, что она может. Управление, кстати, ребята, хочу сказать, управление такое же, как и у вертолета. То есть, на NUM, на эти клавиатуру NUM мы вверх-вниз делаем нос. А на вперед мы просто ускоряемся. Очень удобно, кстати, для тех, кто привык к управлению к такому. Так, давайте стрельнем. То есть, довольно-таки привычное управление. То есть, не поспоришь здесь. Так. Давайте посмотрим. Плавает. Не сказать, что быстро. Не сказать, что медленно. Плавает нормально, в принципе. Очень даже маневренность, конечно, хромает немножечко. Но очень приятно все это выглядит. Я бы не сказал, что это как-то плохо там или что-то. То есть, едет она, конечно, точнее, плывет. Плывет она неплохо. Ракеты стреляют. Все как надо. Давайте всплывем немножечко и выйдем на берег. Я хочу посмотреть, как она ездит, как машина. А не как лодка, скажем так. Ой, я куда-то заехал. Так, давайте. Она может плыть не под водой? То есть, так. Ух ты! Смотрите! Сейчас я вам попробую продемонстрировать. А, не получится. Тут этот режим недоступен. То есть, она у меня вынырнула, прям как какая-то акула или дельфин. То есть, можно ее как-то потопить и потом резко вверх нажать. Может, она сейчас вылетит как-то. Как подводная лодка, мать его. Уху! Ну да, да. Ну что, приятно. Кстати, если из воды стрелять вверх, то будет вылетать ракета. Ой, тут дамба. Тут дамба, чувак. Так, а если я уберу сейчас в воде вот это вот все приспособление, я буду плыть или что? Что будет вообще? Давайте проверим. Я вот сейчас просто убираю все. Она ничего не делает. Она не плывет и ничего, и никак не управляет. Соколес крутится. Но она непроницаемая все равно. Поэтому нам придется как-то все-таки все это включить. Вообще, трансформации прикольные. То есть, выглядит все неплохо. Я бы еще заехать бы не против. Куда-нибудь. Так, где тут есть пологий-то подъем? Чтобы хоть как-то это... Скажем так. Ну, она... Да, управлять, конечно, лучше, чем батискаф. Это понятно, но... Так. Она, видите, ракета то опускает, то поднимает. Так. Поплыли, поплыли туда. Поплыли куда-нибудь к берегу. А-а-а. Забавная штука, если честно. Вообще. Просто забавная. То есть, надо еще тут как-то еще подгадать. Все это дело. Так. Давайте сейчас. Оп. Уехала. Так. Поплавать мы пробовали. Хорошая штука для того, чтобы плавать. А давайте посмотрим, как она вообще едет, в принципе. Как она в плане управления. Потому что... Ну, я не думаю, что постоянно придется только плавать. Наверняка придется как-то еще, скажем так, передвигаться по суше. Она же не только для этого сделана. Так. Сейчас ракету включим. Ракета хорошая, конечно. Ничего не сказать. Я бы ее еще на прочность проверил. Сколько она выдержит. Давайте, может, ее с горы спустим и посмотрим, что с ней будет. Так, чисто ради прикола. Вот так вот. Я даже не буду ничего нажимать. Она, походу, даже не мнется. Хе-хе. Интересно. Очень забавно. Не, неплохая тащила. Че сказать. Стреляет. Ракеты у нее почему-то то появляются, то исчезают. Ну, ракеты, наверное, такие же, как в этом. Как его называют. Ну, руинер там вот такие вот. Такой вот транспорт. Так. Подруга. Что ты тут сидишь? Ну, в общем-то, давайте тогда на этом закончим. В принципе, тюнинг мы посмотрели. Посмотрели, как она плавает. Можем было бы, конечно, сейчас куда-нибудь к океану скататься и там поплавать. Но я думаю, нет смысла. Только трата вашего и моего времени. Кстати, машина едет очень неплохо, бодренько так. Есть возможность, скажем так, просто даже на ней покататься. А потом так раз резко. Уху. Хе-хе-хе. И прочертили. В общем-то, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. И увидимся в следующем видео, конечно же. У-у-у-у-у. У-у-у. Нифига себе. Вот так. Вот такие вот дела, ребята. До новых встреч.